Здравствуйте! Сейчас мы находимся в квартире молодой девушки. Небольшая квартира, 44 квадратных метра. Когда мы входим, у нас здесь прихожая, здесь кухня, а здесь у нас спальня, зал совмещен, санузел. Здесь была кладовка. Мы переделали планировку этой квартиры в спальне. Кухня столовая. И выделили небольшое пространство для гардеробной. Квартира стиль лофт. Запроектирована хорошая, удобная, большая кухня. Здесь очень много рабочего пространства. Плита у нас электрическая, индукционная. И вытяжка как раз над плитой. Под плитой духовка, совмещенная с микроволновкой. Холодильник. Морозильная камера. Посудная машина. Тут, естественно, у нас полочки. У нас мойка. Что мне очень нравится, что я всегда проектирую, это вот здесь мы воду включаем и смешиваем, а здесь у нас уже водочистителька включен. Не надо здесь отдельных лаподов делать. Смотрите, какая хорошая плитка. Она матовая, она сделана прямо как под бетон. Каждая плитка имеет свой рисунок. Неповторяющийся лосок разделяет пространство на две зоны – столовая и кухня. Мы вот эту стенку передвинули вот сюда, поэтому у нас получился выступ на лоджии. Вот где диван у нас сейчас стоит. Небольшая спальня. Вот у нас гардеробная. Прихожая. Вот мы идем и упираемся вот в эти деревянные балки вертикальные. И эта перегородка, как раз, когда мы входим в квартиру из коридора, ну, она в цвет дверей и кухни, и когда мы входим, она как бы нам перегораживает диван и перегораживает как бы эту комнату, отделяя общественное вот это пространство от входной двери, чуть-чуть ее перекрывая. Также хотелось бы сказать, что вот в стиле лофт у нас стены покрашены краской, потом плитка под цвет бетона и кирпичи на стене, как будто бы эта кирпичная стена, достаточно грубая, и она имеет вот этот вот такой коричневый цвет, почти под цвет кухни вот этих вот стоек. Также здесь расположен большой телевизор, который хорошо просматривается из зоны кухни, из дивана, из-за стола. Черно-серая столешница, темно-серый диван, серые стулья и серые занавески, почти черные, тоже серо-черные. Так что мы сюда ввели цвет стульев горчичного цвета, горчичная подушечка на диване, коврик и рама у зеркала. Вот такими, знаете, пятнышками проходят по квартире, чуть-чуть, потому что, если бы мы делали все черным, коричневым, серым, может быть, наверное, было чуть-чуть скучновато, и хотелось бы добавить каких-то красок, но не ярких. Поэтому горчичный цвет сюда очень хорошо подошел. Он даже, я бы сказала, иногда смотрится как золотой. Спальня небольшая. Мы ее уменьшили для того, чтобы увеличить гостиную с кухни. Во-первых, здесь очень интересный свет на потолке. Потом у нас кирпичная стена напротив кровати. Опять эта стена у нас есть с двух сторон, и со стороны зала, и со стороны спальни. Также у нас есть выход на балкон. Там не балкон, там лоджия, а застекленная. Там мы сделали теплый пол. И здесь, конечно, вот это опять увеличение хозяйкой этой квартиры, это указано как раз на панно, в разголовье кровати. С собой захватила проект. Просто интересно смотреть на проект и на результат. Хотелось бы сказать о том, что мы проводили авторский назор для того, чтобы достичь того результата, который у нас заложен в нашем проекте. Чтобы не было проекта что-то одно, а результаты что-то другое. У Анны у нас очень хорошо получилось. Один к одному по проекту. Никаких изменений. Столечница большая. Под столечницей находится за дверками стиральная машина. Мы хотели ее спрятать так, чтобы не было видно. Ну и у нас там еще душевая кабина. Мы ее построили, дверку стеклянную. Добиться такого результата, поверьте, мне очень сложно. Это кажется, что это легко. Заказчикам кажется, что они получили проект. И они, пожалуйста, сами могут воплотить. В данном случае, когда мы делали проект, заказчики с первого раза им понравилось наше решение. Они приняли проект почти с первого раза, что меня очень сильно удивило. Удивило, потому что, видимо, мы здорово, четко попали в них желания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!